Продолжение следует... Тождество, которое надо запомнить, записано не в тетради и не на доске. Они приходят вместе с этим забавным человечком. Здесь уже можно использовать первые навыки работы на клавиатуре. Ответ надо ввести в машину как можно быстрее, иначе задержится фигурка человечка. Машина быстро и корректно укажет на допущенные ошибки. Компьютерная программа по физике позволяет провести ряд экспериментов, удаляя от линзы и приближая источник света. В правом верхнем углу компьютер показывает результаты проведенных экспериментов. А теперь ЭВМ знакомит с устройством и принципами работы электронной лампы. Кстати, эти лампы сыграли большую роль в становлении электронно-вычислительной техники. Обучающие программы по химии позволяют выбрать из таблицы Менделеева любые химические элементы и смоделировать возможные реакции между ними. Такие программы незаменимы при подготовке к лабораторным работам. На этих примерах нетрудно убедиться, насколько легче учиться, имея перед собой компьютер. Специально для наглядных изображений предназначена и эта программа — графический редактор. Она поможет школьнику на уроках рисования и черчения. Программами такого типа пользуются и взрослые — инженеры-конструкторы, архитекторы, дизайнеры. На основе подобных программ создаются системы автоматизированного проектирования и компьютерной мультипликации. Программа, получившая название «Музыкальный синтезатор», стала помощником композиторов и музыкантов. Ее применяют и на уроках музыки. Компьютер позволяет выбрать тембр звучания самых различных музыкальных инструментов, соединить их в оркестр, записать на дискету импровизацию, тренировать новичка. «Музыкальный синтезатор» Урок окончен. Учителя рассказывают, что ребят даже на перемене невозможно оторвать от ЭВМ. Вот когда есть возможность сразиться с компьютером в шахматы. Шахматные программы, созданные для больших ЭВМ, играют на гроссмейстерском уровне. Школьный компьютер может сыграть и с перворазвядником. Эта программа учит запоминанию, просчитыванию и математическому моделированию. Когда же родилась эта замечательная машина? Какова ее история? Потребность считать появилась у человека еще со времен наскальных рисунков. Древнейшим счетным инструментом можно считать человеческую руку. Счет вели на четках, на бирках-палочках с зарубками. Из средних веков пришли к нам счеты. В течение многих веков пользовались знаменитым квадратом Архимеда. Ведь от умения быстро считать зависела удача в торговле, военных действиях, благополучии государства. В эпоху Возрождения была изобретена логарифмическая линейка, которую можно назвать первой вычислительной машинкой. В 17 век французский физико-математик Блес Паскаль первым сумел механизировать сложение и вычитание. В основе его конструкции лежало зубчатое колесо, поэтому машину назвали Паскалевым колесом. А немецкому ученому Готфриду Лейбницу удается механизировать и умножение, и деление с помощью зубчатого валика. Прибор Лейбница – ничто иное, как арифмометр. В 19 веке англичанин Чарльз Бэббидж предложил машину, самостоятельно выполнявшую все арифметические действия. А дочь Байрона, леди Ада Лавлейс, заложила основы современного программирования. Но машина Бэббиджа не была реализована. Потребность в ЭВМ возникла в середине 20 века, ибо все традиционные способы вычисления оказались беспомощны перед лавиной информации, обрушившейся на человечество. В основу работы ЭВМ был положен принцип программного управления. Теперь человеку было достаточно только задать машине программу и ввести ее в ЭВМ вместе с данными. У колыбели компьютера стоял Джон фон Нейман. Американские Эниак и Юнивак и наша Урал – машины первого поколения. В основу их конструкции были положены вакуумно-электронные лампы. Сегодня Урал-1 – музейный экспонат. Но в те годы. Сколько, например, нужно времени на такое вычисление? Минута? Две? А машина выполняла до 20 тысяч операций в секунду. Электронные лампы сменились транзисторами. Появилось второе поколение ЭВМ. Компьютер стал гораздо компактнее. Скорость операций достигла 100 тысяч в секунду. Такие машины не только считали, но и обрабатывали текстовую информацию. Это стало возможным благодаря решению проблемы надежности и сохранении переработанной информации. На таких магнитных лентах можно записать несколько томов Большой советской энциклопедии. Результаты работы машины могли выводиться как на печатающие устройства, так и на дисплеи. Единая серия третьего поколения ЭВМ. Скорость выполнения операций достигла 1 миллиона в секунду. Появились и стали широко использоваться магнитные диски. Это позволило ускорить поиск необходимой информации. На такой ЭВМ могут работать несколько операторов одновременно, решая разные задачи. И здесь информация поступает из машины на дисплей или на цифровое печатающее устройство. На крупных вычистительных центрах применяются ЕС-ЭВМ, а для обработки меньшего объема информации созданы мини-ЭВМ. Они работают на больших интегральных схемах. Результаты работы ЭВМ также выводятся на дисплей. К мини-ЭВМ можно подсоединить графа-построитель. В этом случае результатом работы ЭВМ станет изготовление чертежа в соответствии с заданной программой. Еще более компактные и простые в эксплуатации микро-ЭВМ, типа ЕС-1840, ДВК, электроника. Они предназначены для индивидуального пользования. Эволюцию ЭВМ можно представить себе в виде дерева с четырьмя корнями. Вычисление, хранение информации в памяти, представление информации в наглядном виде, коммуникация. Усовершенствование механизма вычисления завершилось изобретением основного элемента компьютера — процессора. Создание средств передачи информации привело к появлению электронной памяти. Постепенное развитие изобразительных средств стало предпосылкой создания дисплея. Эволюция средств связи завершилась изобретением ввода-вывода информации из сети ЭВМ. Таким образом, ЭВМ — это синтез счета, памяти, наглядности и коммуникации. Одна ЭВМ может быть связана в единую сеть с другими. В школе начинается эра компьютерного всеобучия. Сначала учащиеся знакомятся с ЭВМ, а затем без дисплея и клавиатуры им уже трудно обходиться. Посмотрите, как компактно расположено устройство воспроизведения звука, устройство памяти, процессор. И весь этот удивительный электронный мозг немногим больше копеечной монеты. Но ЭВМ — это не только средство обучения. Сегодня школа помогает приобрести вторую, так называемую компьютерную грамотность. Здесь человек впервые приобретает знания и навыки, которые позволят в будущем свободно обращаться с ЭВМ. Овладение ЭВМ — необходимые условия ускорения научно-технического прогресса. ЭВМ. 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 Продолжение следует...